МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Красноярского края и правительство Красноярского края готовы принять решение об открытии Железногорского хосписа и содержании его. В Железногорске появится стационарный хоспис для безнадежно больных. Делаем заман и небольшой загрузочный парк поставили. В Ачинске состоялся зональный этап краевого молодежного проекта «Новый фарватер». В этом что-то прикормил, досиди, особенно если карасей ловишь. А клуб надо искать, бурить, бурить и бурить. Как говорится, трудовая рыбалка. В Бородино прошли первые соревнования по зимней рыбалке. Правительство края готово профинансировать открытие хосписа в Железногорске. Получено принципиальное согласие губернатора на создание и функционирование краевого государственного лечебного учреждения на 30 мест для безнадежных больных. Об этом рассказал директор выездного хосписа имени Василия Изои Стародубцевых. После возвращения из Москвы, где я был на форуме «Содружество», где состояла встреча с президентом Путиным и заместителем руководителя главы администрации президента Сергеем Кириенко, где, заручившись поддержкой высокопоставленных государственных деятелей, мы вернулись домой и после возвращения домой стали вести активные переговоры в правительстве Красноярского края для того, чтобы решить вопросы по организации и открытию Железногорских хосписа. В результате этих переговоров было достигнуто важное решение. Губернатор Красноярского края и правительство Красноярского края готовы принять решение об открытии Железногорского хосписа и содержании его. Важная задача сейчас – найти помещение, в котором разместится новое учреждение. Депутаты совместно с городской администрацией займутся этим вопросом. Рассматривают варианты, к примеру, здания бывшей скорой помощи или детских садов на Андреевой и Комсомольской. По словам Виктора Стародубцева, помещение должно быть в хорошем состоянии, так как средств на капитальный ремонт нет. Когда откроют хоспис в Железногорске, будет зависеть в том числе и от того, кто собственник здания, которое выделит лечебному учреждению. Порядка 10 зданий мы предложили для рассмотрения. Еще в июне 2016 года заместитель главы правительства края приезжала и частично осматривала эти помещения. Поэтому все зависит от того, какого типа здания будет предложено. Если здание федеральной собственности, то нужно будет его передавать в краевую собственность. Соответственно, если будет здание краевого подчинения, тогда передавать ничего не будет, и процесс этот ускорится. Сейчас Железногорский хоспис действует в выездном режиме. Сотрудники снабжают тяжелобольных людей необходимыми медикаментами и средствами гигиены. Склад находится в общежитии ГХК на Парковой. Новое учреждение станет первым в крае. Подобное действует только в самом Красноярске. В Канске отправили на экспертизу проект на строительство нового здания 21-й школы. Ранее внесенные в него поправки прошли все уровни согласования властями и заказчикам. Теперь входят в завершающую стадию. Документ рассматривает Красноярский институт граждан-проект. Согласно плану, здание будет четырехэтажным, рассчитанным на 550 ученических мест. В нем предусмотрено порядка 30 классных комнат, два спортивных зала, помещение для занятия хореографией, многофункциональный центр, медицинский блок и целый комплекс для кухни. Для детей с ограниченными возможностями здоровья спроектированы пандусы и лифт. Нынешнему зданию школы уже 57 лет строение ветхое. Эксплуатация одной из его частей уже давно запрещена. Начальная школа, которую мы закрыли, непригодна для использования. Поэтому мы это здание закрыли и сдали приказ о том, что допуск детей туда запрещен. Там стоят маячки. Эти маячки мы ежедневно отслеживаем, заносим в тетрадь. Хочу сказать, что с 2014 года никаких изменений нет, то есть здание не разрушается. С приходом по-настоящему зимних холодов все крепче становится лед на ангаре. В Багучанах наступает период эксплуатации ледовых переправ. Важно, что в зимний период именно ледовые переправы во многом обеспечивают транспортную связь с отдаленными населенными пунктами района. В этом году, точнее в этот зимний период, в Багучанском районе будет организовано пять ледовых переправ. Это, значит, вот Багучан и Гремучий, первая, потом Манзи-Нижний Терянск, две переправы, точнее одна переправа через Иркинеево в районе поселка Артюгина и через речку Каменка. Это в районе деревни Каменка. Я думаю, что при приемке этих переправ эксплуатации будут выдержаны все нормы, которые, согласно нашего законодательства, будем так говорить. То есть будут стоять вешки, конечно, проверяться будет лед еженедельно, будут стоять посты пропускные, которые будут обеспечивать, если, допустим, одна полоса, то реверсированные движения по этим. То есть все правила безопасности будут, конечно, соблюдаться. Неделю назад компания «Эдельвейс» приступила к строительству ледовой переправы через Ангару. Десять лет эта организация занимается подготовкой и обслуживанием ледовой дороги, а ее работники являются уже профессионалами своего дела. Расчищается, заливается, а изначально измеряется толщина льда, что можно было пешком пройти. То есть без последствий, то есть без всяких ежедестей. При какой толщине льда можно приступать к строительству переправы? Ну, я так думаю, что сантиметров десять-пятнадцать, чтобы было. Ну, чтобы можно было спокойно пройти. Замеры сначала делали. Мы прошли в даем, ну, в жилетах, в смысле, на всякий случай, ну, и связки. Так, контрольные замеры, а потом уже решение по толщине. В зависимости от толщины уже потом можно заходить, нельзя, ну, заливать, то есть. Вот, и все. А потом начали заливать. В прошлом году ледовая переправа через Ангару работала неофициально. В этом году жители Богучан и Правобережья смогут уже ездить по официальной ледовой дороге, которая будет безопасной. Официально планируем к середине декабря. Вот, это максимальный срок, то есть, может, если вы можете, раньше. А платная будет? Да, платная будет. А сколько будет сдать? Ну, легковая, уже утвержденная, вроде как, 100 рублей легковая. А грузовые машины? А, не понял. А грузовые машины? Ну, а грузовые, в зависимости от тоннажа, то есть, от полной массы. Там, ну, 150, 200, ну, то есть, грузоподъемность какая. Пока переправа не готова, жители Правобережья ходят пешком по натоптанной уже ледовой тропинке. Но в скором времени по дороге Богучан и Гремучей смогут ездить легковые и большегрузные автомобили. В центре внимания один из самых массовых молодежных проектов Красноярского края. Новый фарватер прибыл в Ачинск. Уже несколько лет сотни юношей и девушек проявляют себя в самых разных направлениях деятельности. Это молодежная политика, исследовательская деятельность или творчество. В нашем городе на различных площадках собралась амбициозная и инициативная молодежь. Со своими проектами Ачинск посетили представители из 14 западных территорий края. Городов Назарова, Боготола, Шарыпово, Зата-Солнечное, а также Ачинского, Большоулуйского, Берлевского, Боготольского, Козульского, Назаровского, Ужорского, Тюхтецкого и Шарыповского район. Одна из важнейших составляющих проекта Новый фарватер – это мастер-классы в самых различных направлениях. Все, что интересно молодому поколению. Завершился фарватер Вачинский большим галоконцертом. Здесь же организаторы наградили победителей во всех номинациях, а также лучшие территории в общекомандном зачете. За победу выставки роботов, сувенирная продукция флагманской программы, робототехника вручается, награждается Шагвалиев Алексей, Большоулуйский район. В очередной раз наши ребята доказали, что в Ачинске живут талантливые, перспективные люди. В общем зачете по итогам работы всех площадок победителем нового фарватера стала команда нашего города. Сильный ветер не остановил любителей зимней рыбалки. Десять горняков приняли участие в соревнованиях по подлёдному лову. Идея проводить состязания по рыболовному спорту возникла в 2012 году. Правила просты. Расстояние между участниками не менее пяти метров. Ловля рыбы только на мормышку и живую насадку в течение трёх часов. Помощник машиниста-экскаватора Николай Филончик с удочкой не расстаётся с самого детства. Рыбу ловит в любое время года. Но зимняя рыбалка ему нравится больше. Летом что-то прикормил, досиди. Особенно если карасей ловишь. А тут надо искать, бурить, бурить и бурить. Как говорится, трудовая рыбалка. И до сотни лунок делаем. Водитель автотракторного цеха Денис Кожухов рыбалкой увлечён последние пять лет. В подобных соревнованиях принимает участие во второй раз. Секрет один. Нужно усердно бороться, поймать её. Какая по счёту это у вас рыба? По-моему, пятая. 12-летний Глеб Харченко – самый юный участник соревнований. И у него уже есть свои секреты подлёдного лова. Надо как-то место подобрать, чтобы поймать. Ну и как, зависит всё из-за игры. Если медленно, может она намедленно, может она быстро клюнуть. Сосредоточенность – вот чем берёт опытный рыбак-электрослесарь Бородинского разреза Василий Миссюра. Внимание, концентрация, игра. Мормышка. Надо трясти её так. Сопрыба обратила внимание на неё. И так долго можно играть? Весь день. Старт, внимание, марш! По окончанию соревнований горняки устроили и дополнительное состязание. Бурение лунок на скорость. Машинист-экскаватор Сергей Задиляк пробурил пять лунок быстрее всех. Самый волнительный момент для всех рыбаков – взвешивание улова на точных электронных весах. Здесь важен каждый грамм и подведение итогов. В номинации самый маленький участник соревнований награждается Харченко Греб. 12 лет. Приз за первую пойманную рыбу получил электрослесарь Андрей Чурков. По итогам взвешивания третье место занял Василий Миссюра. Весовый уловой – 172 грамма. Также его назвали и заслуженным ветераном. Второе место у Дениса Кожухова. Он же поймал и самую крупную рыбу – 72 грамма. Кубок победителя вручили машинисту Ивану Гуторину за самый большой улов – 229 граммов. Все участники и победители получили памятные подарки и призы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова